Капитальный ремонт Люберецкой станции скорой медицинской помощи близится к завершению. После демонтажа помещений рабочие приступили к отделочным работам. На данный момент они укладывают плитку на втором и третьем этажах здания. Ход проводимых работ лично проконтролировал глава округа Владимир Ружицкий. Ремонт станции скорой медицинской помощи начался 4 сентября. На первом этапе работы строители демонтировали старое оборудование. Здесь заменят все, начиная от оконных и дверных блоков, заканчивая внутренними инженерными сетями. Также в рамках капитального ремонта в медицинском учреждении полностью обновят санитарно-техническое оборудование, приборы отопления, светильники и систему вентиляции. Чтобы завершить масштабную работу, строителям потребуется один месяц. Ремонты, которые мы сегодня делаем в больницах, поликлиниках, по сути, везде. Что касается бюджетной сферы, мы используем и современные материалы, и современные подходы. Поэтому я надеюсь, что здесь будет и красиво, и уютно. Все задачи, чтобы скорая помощь работала как часы, чтобы и условия для работников скорой помощи тоже были современные, на уровне. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 17 миллионов рублей. Капитальный ремонт Люберецкой станции скорой медицинской помощи проводится в рамках реализации государственной программы здравоохранения Подмосковья. Напомню, что всего в городском округе преобразуются 14 больниц и поликлиник. Работы на семи объектах завершатся до конца декабря, а остальные учреждения распахнут свои двери после ремонта только в следующем, 2018 году. Луиза Иеги Азарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.